В ЦУП рассказали о новом плане стыковки НКС и Союза МС-14 с Фёдором. В ЦУП рассказали о новом плане стыковки НКС и Союза МС-14 с Фёдором. 17.25.24.2019 года. Обновлено. 18.15.24.2019 года. РИА Новости. Сергей Мамонтов. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» нас пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур. РИА Новости. Сергей Мамонтов. Москва. 24.Авк РИА Новости. Центр управления полетами проинформировал экипаж МКС о необходимости перестыковать корабль «Союз МС-13», чтобы освободить место для стыковки «Союза МС-14» с роботом Фёдором на борту. Сейчас «Союз МС-13» пристыкован к узлу служебного модуля «Звезда». Как заявил руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьёва, «Союз МС-14» будет проще пристыковать к этому модулю из-за больших возможностей для контроля. В свою очередь, экипаж «Союза МС-13» россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармиттона и американец Эндрю Морган в ночь на понедельник перестыкует корабль к модулю «Поиск». 14.51 РИА Новости. Роскосмос не рассматривает вариант затопления «Союза». Нестыковка «Союза МС-14». Российский «Союз МС-14» с роботом Фёдором на борту не смог состыковаться с МКС сегодня утром. В ходе сближения со станции корабль завис и начал отходить на безопасное расстояние 279 метров. По словам Соловьёва, во время стыковки произошли ранее не встречавшиеся колебания. При этом он отметил, что «Союз» находится в автоматическом полёте, аппаратура работоспособна. 12.15 РИА Новости. Робот Фёдор спокойно ждёт стыковки с МКС. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли в свою очередь рассказал, что причиной неудач могли стать неполадки в системе стыковки курс на станции. Новая попытка пристыковать «Союз МС-14» к МКС запланирована в ночь на вторник. После этой операции экипаж МКС заменит неисправный блок системы курс. Ракета-носитель «Союз-2.1АС» кораблём «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союз» и «ФГ». Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный космонавт на борту человекоподобный робот Фёдор. Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернётся на Землю. 09.47 РИАНОВОСТИ НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ СИЙСКИМИ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ В 2016-2019 ГОДАХ СИТУАЦИИ 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 СИТУАЦИИ